как утепляет дымоходы ошибка номер один для твердотопливных котлов это наличие грибка а нет утеплителя вот эта вот вещь сделается как правило просто плоскогубцами взяли всем привет с вами дмитрий михайлов и на моем канале коммен бай попал я на очередной объект где дымоход уходит на свалку сожалению это так дымоход который нельзя использовать сейчас здесь котель не стоит неприятный запах но до этого этот запах еще слава богу что вот видите вот здесь вот герметик это же сам заказчик его дома за потому что отсюда так сифоним что я являюсь этот потеки эти потеки которые выходят из верхней трубы они полностью заливали здесь поэтому друзья поэтапно буду вам рассказывать конечно этот дымоход пойдет на свалку установлю новый дымоход расскажу вам из каких материалов буду устанавливать здесь дымоход я его разберу покажу вам его для того чтобы понимали какой дымоход не должен быть есть потеки которые шли изначально сверху из по наружному кожуху мы разберемся вверх посмотрим а есть потеки которые идут из внутренней трубы почему это происходит конечно вам покажу но у меня такое подозрение что дымоход собрали здесь по дыму внутренний участок трубы а снаружи сделали плохую гидроизоляцию то есть не думаете что это просто жидкость коричневого цвета нет это вонючая смоленистая такая трава что просто не дай бог если она у вас появилась дымоходе потому что у меня есть объекты где люди просто демонтируют котельные котел резон м16 у него идет круглый выход 160 миллиметров тайник вот эта труба она не заводская никаких сертификатов на нее нет и не может быть вы скажете а почему 2 3 тыс на знаешь друзья потому что здесь оцинкованный кожух который просто сделали отверстие или обычную трубу что значит обычная труба а вот это вот шовчик такой да это пицбургский шов толщина металла здесь 0506 миллиметров сомневаюсь что даже 06 скорее всего 05 не советую вам ее ставить труба не герметичная труба как правило делать там где делается обычная ливневка это прошлый век тик сварка тик сварка сваренная встык либо лазерная сварка но должна быть стоять встык но ни в коем случае не вот так герметичность и здесь говорить нельзя надо демонтировать дымоход и потом его смонтировать конечно но конечно в этом доме будет тепло ошибка номер один для твердотопливных котлов это наличие грибка вот что ведет если вы поставите грибок это раз во-вторых если вы увидели что вам на твердотопливное котел на сэндвич трубу вот такую вот вещь поставили это юбка кольцо уплотнение называется переделка сто процентов переделка этот грибок он отбивает все вниз видите вот это вот вот это все оседает на кровле и начинает стелиться по кровле особенно если это металл то в дальнейшем скорее всего вы если вам будет позволять бюджету просто будете переделать эту верхнюю крышку вот вам грибок сейчас вам покажу как люди сделали гидроизоляцию это просто атак я могу сейчас достану вот здесь вот использовали шнур друзья это азбестовый шнур который думали о том что он поможет вот попадание воды вовнутрь есть другие способы и методы я вам их покажу как можно сделать грамотно чтобы вода не цикла видите потеки вот это потеки вот это потеки везде потеки по всей труде вот это вот вас не спасет не испытывайте свою судьбу даже не запускаете котел если вам сделали вот так вот дымоход все под демонтаж сверху меня демонтировать не получилось поэтому буду пробовать скотине посмотрел крепление там никаких нету зафиксировано за счет утеплителя который находится вот здесь на первой плите перекрытия и утеплитель который находится на перекрытии в чердаке как бы ни было все равно буду по любому пробовать снизу буду срезать его потому что там труба вообще не двигается никак ни влево ни вправо ни вверх ни вниз она просто стоит я ее не могу расшевелить даже потому что не исключено что внутри герметик не исключено то что может быть даже там саморезы еще могу встретить на внутренней части наружные точно они есть все сейчас увидите своими глазами мои будни рабочие будни лед уже в кармане друзья сейчас я вам покажу то что никто вам не показывал я вскрою ее именно вскрою по-другому она не демонтируется ну а дальше уже посмотрим что нас ждет впереди вот друзья какой утеплитель вот как утепляет дымоходы вот такое утепление невозможно дышать вот оценковка вот это все проблемные места видите вот здесь перегрев шел вот в этом месте перегрев шел вот наш стройник они сюда вот врезали ну все вот она болтается вся то есть герметика там нету будем разбираться что дальше они от утеплителя эти вот я демонтировал раскрываю видите как участки и там тоже нет утеплителя видите это это же все вручную напихивает зачем такое делать ну нет слов просто людей жалко попадает на таких вот строителей которые все знают все умеют за все берутся и 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 сейчас расскажу о проблеме из-за которой вообще это все было изначально увидели система тройники были собраны по конденсату я уже начал сомневаться что проблема в одном месте может быть это из-за насадки верхней но зная симптомы зная о том что потекла именно этот гадость смоленистая то что от грибка одного такие проблемы не возникают и я был прав вот это вот место это место самого грибка вот это вот верхняя часть понятно что на косячи весоголовком ясно да где то подтекает дальше она снизу все видишь собирается по конденсату это предпоследний метр смотрите собран тоже по конденсату идем дальше а дальше наши умники что сделали они не попали они промазали как-то с трубой либо на производстве промазали а вот в чем проблема вот наша вот наш участок трубы вот здесь вот они лоханулись собрали здесь вот по дыму здесь развальцовка была видите у них вышло две одинаковые части вот здесь одинаковая часть и вот эта часть одинаковая дальше там все по конденсату я уже проверил а вот в этом месте они его начали заужать вот эта вот вещь сделается как правило просто плоскогубцами взяли пытались даже зарезать ее вот здесь вот сделали треугольник для того чтобы замесить и все у них дальше тоже не лезло и они вот здесь вот развальцевали понимаете и что получилось а получилось следующее они буквально вот эту трубу наживили на пару сантиметров и все на этом а дальше они ничего не смогли сделать а почему не сделали по другому потому что видимо промазали не знали как делать потому что зубчатку надо было накатывать вот в этом месте с чем они столкнулись они возможно они возможно и понимали что надо здесь сделать зубчатку но у них не было возможности ее сделать здесь гармошку они не могли сделать Потому что это надо специальные ножницы Либо специальный станок Который зиг накатывает Еще раз повторюсь, если здесь даже утепления бы не было Система была бы собрана по конденсатору Конденсат все равно стекал бы вниз Вот этих подтеков, вот этих вот Вот этого бы всего не было А вот эти дымоходы буду я устанавливать Это дымоходы из IC304 Если у вас стоит выбор по толщинам Минимум 0,8, не 0,5, не 0,6 А именно 0,8 единица В данном исполнении у меня толщина Металла 1 мм Конечно, старую трубу я всю демонтировал Полностью вся, вся на выбросе Даже речи не идет, чтобы ее было оставить Здесь у нас мы прошли, конечно, через общий грибок Ни в коем случае не оставляйте дымоходы под общим грибком Даже если вы вывели за общий грибок То не ставьте тогда грибок для дымохода Если у вас котел используется постоянно При одном но Система должна собираться через тройники То есть через прочистки И конденсат, который будет образовываться внутри дымохода Вот вы должны куда-то отправить Вы его отправляете в самую нижнюю точку Чтобы он миновал котел И еще, друзья, один вопрос, который часто мне задают Это утепленный участок верхней трубы Для твердотопливных котлов Ставьте утепленный дымоход Ставьте Надо Котлу легче Даже вопрос не в котлу легче А из-за того, что из-за перепад температуры Верхний участок Вот это вот происходит Перепад температур различных То есть внутри у вас одна там 180-60 градусов А снаружи минус Минус 10, минус 15, минус 20 И засоряется вот этот участок последний И в итоге у вас вообще там И 150-го диаметра Может быть сотый диаметр на выходе Поэтому не надо Обязательно утепленный участок Есть специально вот эти юбки Вы скажете Дима, как ты красиво юбку сделал Друзья Конечно, похвалю себя Да, я похвалю себя здесь в это видео Вы любите мне писать Дима, как ты себя хорошо хвалишь Но, друзья, сделайте видео Я тоже вас буду хвалить Почему дымоходчики не выкладывают видео? Задайте себе вопрос Почему вентиляционщики не выкладывают видео? Что, работы нету, друзья? Что, никто не работает? Все работают Но боятся Почему? Да потому что нюансов много А я не боюсь, друзья Я выкладываю как есть И вот эту юбку Я уже сейчас ее экспериментирую Наверное, ее уже довел до идеала Раньше мне для вот этого участка Уходило где-то в районе часа Полчаса, час Уходило для того, чтобы сделать нормальную гидроизоляцию Сейчас я это делаю за 7 минут Вот я засекал время 7 минут Я ее стандартную юбку дорабатываю Дорабатываю И после этого все получается отлично Это уже второй объект Где я эксперимент прошел положительно Поэтому придет время, поделюсь Если вот на твердый топливный котел У вас стоит выбор Ставить утепленный дымоход Или не утепленный дымоход Ставьте утепленный дымоход Для чего это надо? Чтобы температура внутренней трубы Она была примерно постоянная То есть утеплитель, который нагревается Он дальнейшем не дает трубе остывать Вы должны понимать, что дымоход должен быть обслуживаемым Здесь прочистка проходит через вот эту нижнюю закушку То есть снимается сборник конденсатора Вот я его спокойно снимаю Уперяйте это все, выкидываете И обратно ставите Обязательно системы по конденсату Даже если вам строители собрали по дыму Замазали все герметиком Черным, красным Готовьте, что рано или поздно Этот герметик выйдет из строя И рано или поздно у вас конденсат потечет понаружу Вы никуда не дейте Он потечет, дело времени На количество конденсата что влияет Первое, настройка котла Второе, это, конечно, обратка Выше 60 градусов 55, 60, 65 градусов Не 40, 45 И, конечно, это утепление дымохода И вот когда вы это все сделаете У вас, вот здесь вот, количество конденсата будет минимальное Он все равно у вас будет Он будет Но его будет меньше Почему конденсат появляется? Потому что точка росы 50, 56 градусов Разные данные Появляется конденсат И вы не сможете обеспечить температуру Меньше 56 градусов Вверху Здесь, да, возможно Потому что здесь утеплитель сильнее нагревается Но не вверху Все равно конденсат будет Установили в 2019 году Друзья, и сейчас 2019 год Установили пару месяцев назад Когда отопительный сезон начался И все Человек затопил А результат вы весь видели 400 марку стали вы можете ставить Когда температура выходящих газов Постоянная Не более 400 градусов Вот тогда вы можете Но при этом Мой вам совет Если вы поставили 400 марку стали Вы Каждый месяц Смотрите, пожалуйста, за дымоходом Чтобы он ни в коем случае Не загорелся Почему? Потому что после первого сгорания Труба Начинает ржаветь Вы даже, друзья Положите Возьмите Трубу Немножко поцарапайте И положите на свежий воздух И пусть она полежит У вас недельку И вы увидите Что в этом месте Появится ржавчина Поэтому решили Поставить 400 Обслуживайте дымоход Обслуживайте часто дымоход И, конечно Я советую вам 300 марку стали поставить Конечно Полщина металла Не менее 0,8 мм 0,8 единица Но не 0,5 Не 0,6 Поставив 300 марку стали Вы должны понимать Что когда 300-ка Проходит европейскую сертификацию То постоянно Температура выходящих газов 600 градусов То есть между 400 и 600 Плюс 200 градусов Есть разница? Конечно, есть И после возгорания и сажа Труба не ржавеет Возьмите Поцарапайте Снова уже проведите Такой эксперимент Выйдите на улицу Положите ее И посмотрите Где же община появится А где нет Производителям невыгодно Давать информацию Ту, которую даю вам Кто из производителей Размещает такую информацию? Они проходили Европейскую сертификацию Ну, мало кто Здесь российских Производителей Проходил, правда Европейскую сертификацию Давайте начнем так Но те, кто проходил Они об этом знают И они что Указывают эту информацию В доступности? Для вас? Нет Я понимаю продавцов Производителей Которые ориентируют Свои производства На 400 марку стали Ну, потому что Не могут они продать 300 Не могут И когда производители 400 марки стали Смогли купить Новое оборудование Они начали активно Ее продавать И говорить, что это класс Друзья, это не класс 300 марка стали Вот это класс А 400 марка стали Это товарозаменитель Все Всем, друзья Хорошего настроения С вами был Дмитрий Михайлов Надеюсь, что это видео Было полезно И не забываем, конечно Писать комментарии Мне очень интересно Что вы пишете Есть вещи реально полезные Пишите комментарии, друзья Не стесняйтесь Заходите на мой канал В инстаграм Там больше фотографий Ну, а на коммент бай У меня видео До новых встреч, друзья Всем, конечно Хорошего настроения Пока Субтитры сделал DimaTorzok